Тротуар для галочки. Пешеходная инфраструктура возле нового торгового центра Акрополь соответствует стандарту, но не логике. Тротуар шириной полтора метра. Вот все, что оставили пешеходам, которые едут в магазин на общественном транспорте. Зато сразу четыре полосы для машин вместо двух прежних. О том, что проблемы будут, общественные организации говорили и ранее. После открытия магазина опасения подтвердились. Евгения Копылова с подробностями. Торговый центр Акрополь на инфраструктуру потратил 7 миллионов евро. Расширили проезжую часть. Построили новый тротуар около железной дороги. Его ширина всего полтора метра. С одной стороны дорога в четыре полосы, с другой стороны обрыв. Может ли пешеход чувствовать себя здесь безопасно? Особенно учитывая, какой поток пассажиров теперь выходит из общественного транспорта на этот самый тротуар. Пошири надо было. И там тоже надо было какой-то все-таки заборчик так сделать. Ну что, там так можно упасть. С коляской и что-то никак. Мы здесь первый раз идем, но я уже слышала, что все жалуются. И жители, и посетители магазина. Народу много выходит. Конечно, пошири могли бы сделать. Было бы лучше. Как вам кажется, он безопасный? Дебильный. Не оценила тротуар и общество Пилса Тацилвая Кем. О том, что будет неудобно, они говорили еще год назад, когда улицу Саласпил столько расширили. Сделав четыре полосы движения вместо двух и узенький тротуар. Так все и получилось. Около пешеходного перехода, пока горит красный сигнал светофора, скапливается очередь. Отметим, здесь из транспорта выходят не только посетители магазина, но и просто жители окрестностей. Инфраструктура просто ждет, пока тут будут покалечены люди. Вдвоем нельзя идти. Если еще больше людей приезжают на остановку, то им разом с остановки пройти по тротуару невозможно. В одну сторону. А тут люди идут и в другую сторону тоже. В департаменте Рижской думы говорят, инфраструктура проектировалась около 10 лет назад. Поэтому сегодня не все решения кажутся идеальными. Но от официальных комментариев отказались. Впрочем, ранее представитель департамента Беата Дамбита назвала узкий тротуар мелким недочетом. А вот в строительном управлении Риги говорят, все по правилам. Никаких нарушений здесь нет. Нормативные акты указывают, что в этом месте минимальная ширина тротуара может быть метр и пятьдесят сантиметров. Такой тротуар и построен. У нас нет причин сомневаться в проекте. Все было согласно нормативным актам. Поэтому строительное управление согласовало проект. Архитектор бюро Сарма Норде, которое разрабатывало проект здания, указывает на определенные трудности. Понятно, что всегда можно лучше. Идеал не достигнут. Но конкретное место на улице Саласпилдс сложное. Там граница с территорией железной дороги, где есть красные линии. Подвинуть дорогу в сторону магазина тоже нельзя. Там тоже граница территории, красные линии. Это невозможно, не меняя границы земли самоуправления. Вывод. Сделать тротуар шире в сторону железной дороги невозможно. Сделать тротуар шире за счет сужения автомобильных полос ни в чьи приоритеты не входило. И тем более двигать всю дорогу ближе к зданию торгового центра не стали. Ведь в таком случае близлежащий тротуар и прочая городская инфраструктура попала бы на землю, принадлежащую Акрополю. Но ведь именно для удобства клиентов торгового центра вся реконструкция и была затеяна. Кстати, местные жители жалуются и на то, что посетители магазина уничтожают зеленую зону, которая лежит на пути к магазину. Красно-белые ленты, расставленные по всей территории, не помогают.